Здравствуйте! В России почти в пять раз выросли продажи поддельных документов. С начала года Роскомнадзор заблокировал более 4,5 тысяч таких сайтов, сообщают известия. Для сравнения, в 2018 году интернет-площадок, торгующих фальшивками, было зафиксировано лишь около тысячи. Всплеск предложений и спроса наблюдается последние три года. Это подтверждает и статистика МВД. По данным ведомства, ПИК пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тысяч преступлений, связанных с подделкой документов или их использованием. Сайты предлагают приобрести водительские удостоверения старого и нового образцов, паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и прочие документы, вплоть до СНИЛ, СНН или штампа о прописке. Цена, по данным издательства, примерно 15 тысяч рублей за права, 40-45 тысяч рублей за паспорт. Форбс составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В список вошли 48 детей и 20 бизнесменов, которые унаследуют в общей сложности 238 миллиардов долларов. Список почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Первую строчку в нем по-прежнему занимает единственный сын президента Лукоила Исуфа Лекперов. Он унаследует почти 22 миллиарда долларов. На втором месте дети владельца Новотека и Сибура Леонида Михельсона. Сын и дочь получат по 12 миллиардов долларов. Также в первую десятку вошли дети члена Совета директоров Новотека и Сибура Геннадия Тимченко, владельца Ренова Виктора Виксельберга, владельца магнитки Виктора Рашникова, совладельца Лукоила Леонида Федуна. Электропоезд «Ласточка» могут запустить по маршруту Пермь-Екатеринбург. Эту идею прорабатывают власти Свердловской области и РЖД. Как написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев в своем инстаграм, цитата, «Нужно увеличивать пассажирские перевозки на поездах «Ласточка». Сейчас мы с Пермским краем прорабатываем вопрос о запуске «Ласточки» между Пермью и Екатеринбургом. Рад, что у нас есть с руководством РЖД взаимопонимание по этим и другим вопросам». Конец цитаты. В свою очередь, власти при Каме договариваются с железнодорожниками о переносе в Пермь техобслуживания этих поездов. Ну и добавлю про «Ласточку». С 1 июня открывается продленный маршрут до Кишерти. Таким образом, пассажиры смогут добраться до конечного пункта на 30 минут быстрее по сравнению с обычным пригородным поездом. Напомню, с осени 2018 года «Ласточка» работает на направлениях Пермь-Кунгур и Пермь-Верещагина. По данным Краевого Миндранца, с начала запуска «Ласточки» перевезли около 180 тысяч пассажиров. Администрация Пермь отчиталась об исполнении бюджета за прошлый год. Как пишет коммерсант, бюджет по доходам исполнен более чем на 100%, по расходам на 94%. В 2018 году доходы бюджета по сравнению с предыдущими периодами существенно выросли. Одна из главных причин – поступление из краевого бюджета. В прошлом году регион выделил на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2016 и 2017 годах. Курсы валют, установленные Центробанком, на 24 мая. Доллар 64 рубля 49 копеек, евро 71 рубль 83 копейки. Спонсоры рубрики – компания «Форвард Авто». Приезжайте за свои лады по госпрограмме на Решетниково 5. Приезжай в «Форвард Авто» за новой ладой по госпрограммам. Мы дорого выкупим ваш автомобиль. А если вам предложат больше, компенсируем разницу и доплатим 30 тысяч рублей. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин